Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, поэтому, естественно, поступает недобросовестно и демонстрирует нам свое процессуальное упущение. Все время пропагандирую закон, я болею за закон. Суд данное ходатайство удовлетворил. Ну и также хотел бы напомнить о существовании пункта 1 статьи 72 гражданского, для того, чтобы установить эту правду. Сейчас позиция у ИСА настолько слабая, что один из этих выгодоприобретателей является незаконным. Мы ничего не придумываем. Это все исходит из материалов гражданского дела, из тех материалов, которые находятся перед председательствующим судьей. Это канал Диктатура Закона, где мы рассказываем о непридуманных историях. Всем здравствуйте! Сегодня мы попытаемся разобрать правомерность возврата кредитов, которые были получены в Альянс Банки. Ответим на главный вопрос, нужно ли возвращать этот долг и как на это реагирует Казахстанский суд. В принципе, народ, модель нашего ведения гражданских дел поможет вам и с другими банками, а также со спорами с другими коллекторскими организациями. Усаживайтесь поудобней. Погнали! А для создания этого выпуска нам пришлось выиграть не один судебный процесс. Одновременно для тех, кто пишет в комментариях, мол, решайте свои проблемы самостоятельно, отвечаем, что мы никому ничего не должны. А разъяснения закона и обзоры на судебное разбирательство – это лишь безвозмездный вклад нашей компании для повышения юридической грамотности населения. Ну а теперь по делу. Агентство по работе с дебиторами. Наверное, давно известная коллекторская компания, особенно для тех, кто столкнулся с проблемами возврата банковского займа. Доброе утро, Мухтар Серегбаевич. Мы рады напомнить вам, что ваш долг по кредиту составляет 7 млн 482 тыс. тимье. А что вы с утра звоните на среднем порте, а? Пошла нахуй! Мы не можем осуждать тех, кто не смог вернуть заем. Банк реорганизовался. Многие сограждане хоть даже и хотели, но не смогли вернуть долги. Как показала история, долги казахстанцев в объеме 19 млрд тенге были проданы за 4 млрд тенге в коллекторское агентство, агентство по работе с дебиторами на основании договора факторинга. А тот, в свою очередь, перепродал свои права в компанию ТО, специальная финансовая компания Union Trust. Теперь, главное, господа, агентство по работе с дебиторами уже несколько лет подряд предъявляет иски и взыскивает деньги по таким кредитам с бывших клиентов Альянсбанка. Я уже представить себе не могу, сколько на данный момент уже удовлетворено таких гражданских дел. Гребаный экибастуз. Друзья, мы полагаем, что сегодня эта организация получает деньги нелегитимно, то есть не на основании закона. Ведь сразу же после приобретения этого кредитного портфеля они его перепродали через месяц в компанию Union Trust. И этому свидетельствует судебный акт. Совсем недавно, 24 декабря 2019 года, определением суда было установлено, что 23 июля 2015 года между АО Форт и Банк, ТО Коллекторское агентство, агентство по работе с дебиторами и ТО СВК Union Trust было заключено дополнительное соглашение, согласно которого все права и обязанности по договору факторинга были переданы к последнему. Таким образом, с момента заключения данного дополнительного соглашения к договору факторинга, истец был лишен своих прав по взысканию долга соответчика по причине перехода таких прав третьему лицу. При изложенных обстоятельствах суд считает, что в рамках данного гражданского дела иск не может быть рассмотрен по существу, поскольку первоначальное отсутствие прав и законных оснований для предъявления иска является обстоятельством, препятствующим рассмотрению дела. В связи с чем суд определил, что заявленное требование представителя ответчика Смогулова об оставлении искового заявления без рассмотрения в связи с предъявлением иска лицом, не имеющим полномочий на его предъявление, было удовлетворено. Но исковое заявление товарища с ограниченной ответственностью коллекторское агентство «Агентство по работе с дебиторами» к нашему доверителю о взыскании задолженности по договору банковского займа было оставлено без рассмотрения. Таким образом, друзья, резюме видео таково, что на данный момент у агентства по работе с дебиторами отсутствуют законные основания для того, чтобы взыскивать и предъявлять такие иски о возврате денег по данным кредитам. Возможно, в будущем появятся вопросы с компанией СФК «Юнион Траст», но это уже совсем другая история. И боюсь, что вряд ли у них что-то получится. Сами знаете почему. Ну и для самых внимательных и щепетильных мы предлагаем вашему вниманию уникальные кадры Зала судебного разбирательства, где вы сможете увидеть, как разрешаются такие дела в столичных судах. Ну и в конце, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Делитесь этим видео в своих WhatsApp-группах, а также со своими друзьями. Возможно, эта информация будет для кого-то полезной. Ну и по традиции, всем огромной удачи и пока. Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, сегодня было рассмотрено гражданское дело по иску коллекторского агентства, агентства по работе с дебиторами. На самом деле, с таким недобросовестным отношением я как бы еще в истории не встречал и хотел бы заакцентировать свое внимание именно на этих вот основных моментах, о которых сейчас идет речь. Начиная с досудебной претензии, как уже было выяснено на судебном разбирательстве, он не был соблюден. То, что указывает наш истец о том, что факт этой передачи, что факт почтовой корреспонденции находится в головном банке, я считаю, что это на процессуальное упущение лица. Так как это в любом случае, в первую очередь, должно было им представлено суду, должно быть представлено это к исковому заявлению. Естественно, находится в суде не в первый день, и он об этом знает. Что касается квитанции, я вот внимательно слушал выступление истца, и ровно в 18 часов 11 минут он сказал о том, что Куандыков вообще не производил никакой оплаты, что он вот такой нехороший, что работает он машинистом в КТЖ и не произвел никакой оплаты, за исключением тех, которые смог удержать частный судебный исполнитель. Потом он отсылается на какие-то квитанции, но хотел бы обратить суд на квитанцию, которая была представлена стороной ИСА в 2016 году, Ауфорд и Банк. К сожалению, на сегодняшний день мы имеем лишь копию этой квитанции, поэтому у ИСА было время, чтобы хотя бы попытаться принести, заверить эту квитанцию, принести выписку. Насколько я понимаю, никаких сложностей нет у ИСА для того, чтобы пойти в банки и взять выписку определенной как бы ТУОшки. То есть я условно на свою ТУОшку могу выписать, получить сколько угодно этих выписок и представить его суду. Но в данном случае мы уже несколько раз к этому вопросу подходили и столкнулись лишь с тем, что истец эту выписку по каким-то причинам не представил. Поэтому, естественно, поступает недобросовестно и демонстрирует нам свое процессуальное упущение. Что касается природы и возникновения этого самого иска, в соответствии с пунктом 1 ст. 342, который регулируется главой 19 гражданского кодекса, должник вправе не исполнять обязательства по новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода требования к этому лицу. Все, о чем только что говорил истец и обижался на то, что мы весь процесс требуем какие-то доказательства, несостоятельны, поскольку это все-таки находится в обязанности истца. Так как он предъявил риск, он его обосновывает, он ссылается и он должен сослаться лишь на те доказательства, которые он может доказать. Поэтому, что касается каких-то вот этих моментов, я отношусь к этому критически. В свою очередь, я все время пропагандирую закон, я болею за закон. И сегодня здесь мы находимся для того, чтобы этот закон был и работал в пользу должника. То есть, он в любом случае должен работать. Что касается относимости и допустимости. В судебном заседании с нашей стороны было заявлено ходатайство обестребований в оригинале платежных документов, которые подтверждают 100% оплату путем безналичного зачисления денежной суммы в пользу ООФОРТ и БАНК, в соответствии с условиями договора факторинга, так как он сам на него ссылается. Данный документ был необходим, так как он является ключевым, так как необходимо выяснить, имеет ли юридическую силу этот договор факторинга. Суд данное ходатайство удовлетворил, обязал листа представить указанные документы в оригинале, то есть в подлинниках, чего истом не было выполнено и до настоящего времени. Мы видим, что, естественно, он еще и проигнорировал законные требования. Руководство с пунктом 2 статьи 100 гражданского процессуального кодекса. Письменные доказательства могут быть представлены сторонами и другими лицами, участвующими в деле, а также по их просьбе истребованы судом. Ссылаясь на пункт 5 статьи 68 гражданского процессуального кодекса, указываем, что обстоятельства не могут считаться установленными, если в их подтверждении представлено лишь только копии документов, когда необходимость представления подлинника вытекает из требований закона. Следующий пункт этой же статьи указывает, что совокупность доказательств признается достаточной для разрешения гражданского дела, если собраны относящиеся к делу допустимые и достоверные доказательства, неоставимые подтверждающие те обстоятельства, имеющие значение для дела и которые не будут опровергнуты другой стороной. Ну и также хотел бы напомнить о существовании пункта 1 статьи 72 гражданского процессуального кодекса, когда сторона должна доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений. Все наши требования, все наши возражения, все наши ходатайства, они были основаны на законе для того, чтобы установить эту правду. Однако мы эту правду в настоящее время не увидели. Поэтому мы считаем, что в соответствии с положением статьи 68 гражданского процессуального кодекса, каждое доказательство подлежит оценке с учетом относимости, допустимости и достоверности, а все собранные доказательства в совокупности достаточно для правильного разрешения этого гражданского дела. Ссылаясь на то, что обстоятельства не могут считаться установленными, если их подтверждение представлено только только копией документов, мы считаем, что сейчас позиция у ИСА настолько слабая, что мы со своей стороны не видим ни одного какого-либо основания для того, чтобы удовлетворить этот иск. Главный аргумент, который заслужит внимания суда, является то, что основанием для взыскания задолженности пользователя является договор факторинга. Между Лавой и Фортой и Банком мы уже несколько раз об этом говорили. Опять же, хотим указать на решение Копчегайского городского суда Алматинской области от 3 июня 2019 года, когда по этому же договору факторинга была осуществлена передача этих прав в требовании компаний Бига Алматы Групп. И оно было взыскано в пользу Бига Алматы Групп. Поэтому в настоящее время есть у нас все основания полагать, что один из этих выгодоприобретателей является незаконным. И только с этой целью мы просили проверить достоверность этого договора факторинга. Мы пригласили сюда третье лицо, который не смог в силу незнания достоверно ответить, является ли он законом или не является. Есть ли к нему дополнительное соглашение или нет. Заключался ли еще один договор факторинга или нет. Хотя это является как бы самым главным документом, который сейчас представил нам естество, которое обосновывает свои исковые требования. Мы считаем, что согласно пункту 9, статьи 73 Гражданского процессуального кодекса, то есть, естественно, если сторона удерживает у себя истребования судом доказательства и не предоставляет его по запросу суда в установленный судом срок, предполагается, что содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны и считаются ей признанными. Сегодня мы не видим ни выписки, которая принадлежит коммерческой компании, сегодня мы не видим какие-либо квитанции, которые мы видим в копии этого скриншота и считаем, что исковое заявление о взыскании суммы долгами подано лишь по истечении более 4 лет с момента уступки прав требований. Поэтому мы просим еще раз обратить внимание на наши ходатайства, где мы просим применить срок исковой давности. Что касается главного аргумента, на который мы сегодня, прямо здесь, сейчас пытались выяснить, хотел бы заострить внимание, что да, существует дополнительное соглашение, с которым мы ознакомились. Согласно пункта 1 и пункта 2, пункт 1 дополнительного соглашения, гласит, мы ничего не придумываем, это все исходит из материалов гражданского дела, из тех материалов, которые находятся перед председательствующим судьей. Пункт 1 гласит. С даты вступления в юридическую силу настоящего дополнительного соглашения к новому финансовому агенту переходят все права и обязанности финансового агента по договору факторинга. Таким образом, с момента заключения данного дополнительного соглашения к договору факторинга истец был лишен своих прав по взысканию долга с ответчика по причине перехода таких прав в третьему лицу. Вот теперь пункт 2 идет. С даты вступления в юридическую силу настоящего дополнительного соглашения финансового агента совместно с новым финансовым агентом обязуется нести солидарную ответственность перед клиентом за исполнение новым финансовым агентом обязательств по договору факторинга. Из положения данного пункта дополнительного соглашения следует, что если то СФК Юнион Транс после выкупа прав станет нарушать условия договора факторинга, то ответственность за такие неправомерные действия будет нести как раз таки наш естество коллекторское агентство по работе с дебюторами, как он говорил в солидарном порядке. То есть мы еще раз хотим обратить внимание, что эта солидарная ответственность, она возникла перед АО «Форты Банком», когда существует один финансовый агент и другая финансовая компания. Но это не распространяется на должников. То есть если одна компания из этих будет нарушать условия факторинга, то тогда возникает ответственность у основного финансового агента. Вот о чем это говорит. Поэтому мы хотим вынести до суда, что солидарная ответственность не распространилась в этом случае на должников. У сторон отсутствует право солидарного взыскания. Из этого следует, что с даты заключения дополнительного соглашения правоотребования по кредитным договорам АО «Форты Банк» были уступлены в полном объеме в ТО СВК Юнион Транс. Именно с этого времени последний стал обладать правами для обращения в суд по договорам банковского займа. Поэтому мы ссылаемся на норму статьи 8 Гражданского кодекса. Когда никто не вправе извлекать преимущества из своего недобросовестного поведения, мы просим суд обратить внимание на все те доводы и ту реакцию, которая была продемонстрирована стороной ИСЦА, что в свою очередь он уже привык к тому, что предъявляя копии документов, начиная с договора факторинга и заканчивая еще какими-то кританцами, копиями, надеясь на то, что суд удовлетворит его исковые требования. Но в данном случае я считаю, что на основании копий, копий этих документов удовлетворить иск нельзя. Более того, я прошу суд, если будет такова возможность применить срок исковой давности и отказать в удовлетворении исковых требований. А если уж суд посчитает иной вывод, то мы просим оставить данное исковое заявление без рассмотрения. У меня все, уважаемый суд. Уважаемый суд, в дополнение к сказанным моим коллегой, хочу пояснить, что мы уже в своем личном примере не раз сталкивались с таким недобросовестным поведением со стороны коллекторского агентства. Далеко ходить не надо. Буквально в прошлом году у судей Карагаева тоже рассматривалось гражданское дело между другими сторонами, но в то же время коллекторскому агентству, Алматы Collection Group, не помешало, несмотря на то, что согласно договору выступки прав требований задолженность была продана другому лицу, не помешало подать иск и взыскать в упрощенном порядке задолженность нашего клиента. То есть и такой факт нельзя исключать, поскольку в данном случае сторона ИСА на сегодняшний день не предоставила других документов, которые были истребованы и заявлены по ходатайству в суде. Но, наверное, все-таки истец забыл о том, что эта задолженность в размере 19 миллиардов тенге была выкуплена всего лишь за 4 миллиарда тенге, то есть со скидкой 27%. Предложи моему клиенту ощутить оплату и погашение задолженности с 50% скидки, я думаю, он нашел бы эти деньги и произвел бы оплату. И когда становится это достоянием простого населения, это все порождает недовольство со стороны граждан, это резонирует. И люди выходят на площадь не от того, что им хорошо, а от того, что им душит, от того, что такие долги им навязывают, причем навязывают не просто так, бездоказательно и без предоставления соответствующих аргументов. Поэтому, уважаемый суд, я хотел бы, я поддерживаю сказанное моим коллегой и прошу суд в удовлетворении исковых требований отказать. У меня, уважаемый суд, на этом все. Оглашается определение суда, резолютивная часть от 19 декабря 2019 года. Руководство статьями 1068, 1069, 1070 ГПК суд определил ИСКТО коллекторское агентство по работе с дебиторами Куанды Кулато-Жак-Сбекович о взыскании задолженности оставить без рассмотрения. Судебный акт определения получите в течение пяти рабочих дней и будет направлено по почтовой связью. Судебное заседание является закрытым. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok